Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня на примере песни исполнительницы Лорди я хотел бы показать, как можно реализовать красивый перебор пятерочек, используя при этом триольную пульсацию. Хочу сказать сразу, что это кавер. Почему? Потому что песня очень красиво сделана. Она имеет различные разнообразные оттенки. Поэтому большинство людей, которые исполняют кавера, как правило, выбирают какой-то один из видов ритмического рисунка, который я покажу, и на основе него поют песню. Так намного удобнее и проще. Давайте вначале прослушаем немного эту песню, чтобы могли услышать пульсацию. Я для того, чтобы YouTube не вырезал это видео, и чтобы было лучше слушано сам аккомпанемент, и эквалайзером срезал высокие частоты, брался вокал, и сейчас больше слышно уже аккомпанемент на низких частотах. Сразу бросается в глаза, что какой-то необычный ритмический рисунок. Но и здесь, если в итоге разобраться, есть триольная пульсация. То есть видим, что триольная пульсация, она прекрасно ложится на эту песню, и совпадает и с аккомпанементом, то есть как бы, ну, органически, даже и с мелодией. Но здесь используется перебор и тёрочка. И вот обратим внимание на, вначале на перебор в шестёрку, то есть это у нас, и сейчас он проиграет, то есть у нас есть два триоля, которые на такте четыре четверти. И это, если был бы перебор в шестёрку, звучало бы так. Я в оригинальной тональности, ре мажор, поэтому вязал тонический аккорд. Но здесь, если прислушаться к песне, то видно, что первая нота, она как бы длится более длительно, и как бы акцентируется даже, это очень хорошо слышно. Поэтому получается, что вот эта нота, как бы, она отсутствует, она как бы объединена по длительности с первой нотой. И в итоге получается вот такой вот переборчик. Сейчас проиграю первые два аккорта. Это аккорд ре мажор и ми мажор. Вот послушайте, как оно звучит. И вот получается, если у вас есть желание сыграть эту песню, то как раз здесь можно использовать вот такой вот ритмический рисунок перебора пятёрка, основанный на триольной пульсации. У меня есть и другие видеоролики на моём канале, в которых вы можете почерпнуть информацию о согласовании партии ритм-гитары и ударных, о различных гитарных боях и других ритмических рисунках. Поэтому я думаю, он вам будет интересен и полезен. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Поддержите комментарием и лайком, если не жалко это видео. Подписывайтесь на канал. Ну и до новой встречи на YouTube. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok